Жизненные обстоятельства вынудили правительство принять решение о сокращении и улучшении жилищных условий граждан. А также заставили подписать вампиров и людей временное перемирие. Подробности сегодня в программе «Стёкла», где ведущие всегда прав, а страсти накалены до предела. Скандальчик, интрижка, позорище. Конфликты между соседями – обычное дело, но выживание становится крайне тяжелым, если и дом – обычная рязанская общага, а сами они представители разных рас. Добрый вечер, дамы и господа, с вами Феррин Бадери. А это наша квалифицированная и внушающая ужас охрана – Шино Хираги и Йойчи Сартона. А мы встречаем первого гостя, представитель мисс Шираса – Кимисуки. Здравствуйте, Кимисуки. Что привело вас в нашу программу? С тех пор, как меня поселили в эту дыру, всё пошло наперекосяк. Девушка бросила, продукты подорожали, лекарств не хватает, но самая большая проблема – это соседи. А в чём проблема? Неровно. Да эти паразиты меня уже достали. Весь отряд покусанный, зудят и зудят ночами, глазами сверкают, а как свет включат, разбегаются, как тараканы. Но самое гадкое – они сосуды. А сейчас посмотрим на проблему с другой стороны. И об этом нам расскажет наш следующий гость – Крову Лью. Ну… Какой-то ничего. Слышишь, ты чё такая дерзкая, другая? А этот козёл вообще ворует моё мыло. Я не вор. Ты вор! Да не трогал я твоё мыло. Так это был не ты. Он тебя ударил. А у меня – больше. А у меня – два. Стоп, стоп. Я всё понял. Вот от кого действительно нет житья, так это от людей. Мы не спим только ночью. А у этих существ поэтия времени нет вообще. И днём, и ночью за стеной кремят посуды, тяжело дышат, чавкают, ругаются. Я так хорошо вас понимаю. Соберёшь, бывает, вечеринку в пентхаусе, на мусор, ковры персидские загадят, чешский хрусталь разобрют. Впрочем, неважно. А теперь человек, чьё неустанное око бдит за каждым жильцом общежития, От кого не укроется ни один нарушитель. А общажная баб... Комендант общежития, заслуженный вахтёр года, И человек с гордой фамилией, Жимья Херрагин. Мы на лампочке сидим, На которых мы гадим, Соседим и гадим, И по всех всегда трындим. На мусоре летут. А ещё и главный канал. Про фурсетка. Тебя вообще как сюда пустили? Клятый кровосос. Я сейчас всё расскажу. Я молчать не буду. Шляются и днём, и ночью. Дверми хлопают. От сквозняков все суставы ломят. Стены измазали, полы стоптали. Я всё терпел, Пока не появились эти двое. Кто? Да все. Два друга закадычных. С третьей квартиры второго этажа. Один из закадычных друзей. Основатель притона по словам коменданта. Тот, кто пытался усидеть на двух стульях одновременно, И у него это почти получилось. Микаэла Хакуя. Шейкер-шейкер. Эй, батимейкер. Эй, батимейкер. Эй, батимейкер. Вообще-то ты уже в эфире. Эй, батим... Дорогая студия, я пришёл к вам за помощью. Мой лучший друг... Мика, кушать? Нет, спасибо, я не голодный. Вот ты где поразил. А я им везде ищу. Дома нет, на вилле нет, в сауне нет, шляется непонятно где. Эм, дамочка, мы вообще-то тут ток-шоу снимаем. Ой, телевидение. А ну сидеть! Ай-яй-яй, больно. Какие съёмки? Да он из меня все соки высосал. Да вообще, как можно разрешать участвовать ребёнку в такой программе? Действительно, уведите её. Да я, третья основательница королева-мамбера в Японии. Мне уже более тысячи лет. Отойди от меня, самка-человека. Я не самка! Да не пись, доска мелкая. В отличие от тебя, я вырасту. Хе-хе, не вырастешь. Ты карлик. А ну иди сюда. И всё-таки вернёмся к проблеме. Мика, Круми, продолжай. Бездушные. Человек болеет. А вам лишь бы кранего найти и шоу из этого сделать. Да твой дружок достал уже. Жития от него нет. Вечно дичь всяк вытворил. Дичь в студию. Грязанский цех. Мне чё-то плохо я пошёл. Грязанский цех. Эй, клоун. Слышите, сюда. И это вы называете человеком? Я столько раз писал, чтобы приняли меры. Но сам эпидент станцию не высылают. Да, таких кадров мы ещё не видели. Да выселите уже его от нас. Я согласен жить с вампирами. Только это уберите. Да убью мою семью и убью тебя. Да вы не волнуйтесь. Он не буйный. Тут просто люди незнакомые. Но дома-то он себя хорошо ведёт. Тихо сидит в головочке. Ура! Я знала стату человека. Твою мать! Ты меня уже достал, буржуй. А почему у тебя меч светится? Ты что, ситх? Нет. Я просто часто его полирую. И тебе того же советую. Микаку. Читай. По губам. Ай, я не знаю, что это. Рыбанс. Мерфи. Знаешь, что это? Мыло. Поднимай. О, я вижу, вам уже не впервые мыло поднимать. А у нас вверх на рекламу. А у нас вверх на рекламу – А у нас вверх на рекламу. Было не банное. Ранять не переронять. Мы снова стали стекловой филе. И в подлинной рекламе у нас произошло ЧП. Кажется, нам срочно нужен экзорцист. В студии есть экзорцисты? Мам! Мамочка! Мамуля! Да нафиг, падрая! Нет, ну ты видел, ты видел? Я с этим живу! Мелкая, опять ты? Ну и что с этим полоумным делать? Сейчас все будет. Вы просто не умеете с ним обращаться. Ю-ю, пошли убивать вампиров? Гули-гули! Кажется, я не единственный, кто не понимает, что здесь происходит. Поэтому встречаем следующего гостя. Хорн Скуль. Родис Роман, дорогая студия, избавьте меня от этого. Он ходит за мной по пятам целый месяц. Ни поесть, ни в душ сходить. А мы напоминаем, что спонсор нашей программы была не банной. Гоша, что вы можете сказать в свое оправдание? Ну, в этой ситуации, ну, просто наша, какая-то самая, мы уже здесь наши полномочия и все окончены. Ну вот видите? Я вижу, а то есть понимаю. Ах ты кровосос, гляд! Украл мою программу! Ах! Мой ноготь! Что ты делаешь, мужлан? Прощай, жестокий, я покидаю вас. Я ухожу в лучшую реальность. Улыбай. Алло? Да, спа? Да-да, заказывай. Скоро улыб. Хор, не хочешь присоединиться? Развели тут ванильные сопли. Не хотите жить в общаге? Будете жить в казарме. А ну, стройся! Равняйсь! Смирно! Итак, в эфире программа «Армейские забавы». Ой, Микушечка, у тебя же плоскостопие, и зрение минус 10, и маклопин низкий. Тебе нельзя служить, не забирайте его! Женщина, тебе не место в армии. Но Курт тоже женщина. Это моя женщина. Набрались бронь всякий. Никакой дисциплины. В цирк уехал, клоуны остались. Рязанский цирк! Эй, клоун, слышите, сюда! Молчать нам! Равняюсь с миром! Посмотрим, что тут у нас. У кого четыре глаза, тот похож на... Ну вы же понимаете, Сазон. Водолазы! Зачем я этого придурка вообще струю взял? А я говорил, его нужно в поликлинику сдать. На опыты. А ты вообще кто такой? Йойчи! Не слышу! Кто это говорит? А, лучник! Знаешь историю про паровозик, который смог? Нет! Нет, клоун, нет! Я тебе потом расскажу. А ты? Я! Я все папе расскажу! Я все папе расскажу! Так, кровососы! А мы-то че? Мы вообще не своего отряда! Мы вообще не люди! Соспирайки от товаров на базу страдят! Так все молчать нам! Вольно! А ты не прибук, мы играли приставать. Вам не кажется, что его место возле параши? Далой, дурно! Даешь революцию! Да! Твоя передача, отстой! Даже Феррит был лучше со своими стеклами! Несмотря на свое ужасное состояние, на свою неимоверную боль, я смог вернуться к вам, дорогие зрители и гости! Чертва королева драмы! Да туда встал уже! Тихо! Кажется, у нас гости! Свет! Камера! Мотор! Здравствуйте! Это вам! А это вам! Это вообще-то не та передача! Но спасибо! Тихо вы! Чем больше звания, тем выше сапоги! А они в своей казарме не только в наряд ходят! А ты откуда знаешь? Да я сам ходил! Вы к кому? Я пришел свататься! Ну, где невеста? А приданная-то есть? А жилилка-то выросла? Так, невесту сейчас найдем! Ммм! А вот это невеста! А вот эти две за компанией! Как ты думаешь, сколько времени ему понадобится, чтобы уползти? Не знаю! Минут пять? Ща подгонять будем! Давай, шевелись! Я на тебя касарь поставил! Ну что, выбрал? Ну, вот с этой мы работаем уже давно! И я в старухах не заинтересован! А вот эта? Ой, не заметил! Нет, точно нет! А что насчет этой? Но я же... Эй, а мы раньше не встречались? Так все молчать нам! Ура! Я выиграл! Держи карман шире! Ты еще за прошлый спор не рассчитался! Ну все! Мое терпение лапнуло! Иди сюда, потлаты! Он серьезно думает, что Феррит во всем виноват? Вот ведь лапы! Ай, помоги! Ай! Ах, черту! Стой! Есть же человек! А я тебя все равно ненавижу! Я тебя вспомнил, гад! Не ввели крошку моей сестры посасывал! Я выиграла! Ах ты! А ну тихо все! Да, да, могу говорить! Вас понял! О, кажется, меня позвали вести новую программу! Ну ты держись! Счастья тебе, здоровья, настроения хорошего! Береги себя и своих близких! А с бабой был Феррит Баттери и программа «Стекла»! Бай-бай! После этого телеканал Чел ТВ закрыл программу «Стекла»! Я-хоу! Армейские забавы снова в эфире! А вместо трансляции «Армейские забав» ждите в эфире вампирские гонки с Ферридом Баттери! Феррид, ты меня слышишь? Слышу, слышу! Ну, Феррид, ну погоди! А-а-а! А-а-а! А-а-а!